Всем привет! Сегодня готовим три оригинальных, сочных, мощных, хрустящих, сладких, ароматных, овощных, мясных, я не знаю, там, национальных, короче, оригинальных топинга для домашних хот-догов, бонусом мы еще приготовим сами булочки в домашних условиях. Начнем с теста. Для этого возьмем теплую воду и теплое молоко, примерно 30 градусов, не больше. Соединяем все это в нашей миске, добавляем туда сухие дрожжи и все это хорошенько перемешиваем и оставляем минут на 20 для активации дрожжей. Дальше берем самую большую миску, которая у вас есть на кухне, добавим туда муки, соли, сахара, все это тщательно перемешаем и после этого добавляем наши дрожжи и хорошенько начнем все это месить. Мой вам совет, никогда не замешивайте тесто с помощью венчика, возьмите либо лопатку, либо лучше сразу руками. И даже не вздумайте сказать мне, пожалуйста, что-нибудь про миксер. Ну помечтали, хватит, перейдем к делу. Добавляем в тесто яйцо и желток и все продолжаем мешать до однородного состояния, после чего закидываем туда размягченное сливочное масло. Ну и финишная и прямая, вкладываем всю свою силу, всю свою душу в этот процесс, продолжаем замес, пока сливочное масло полностью не пропитается в наше тесто, тем самым наше тесто становится эластичным, приятным, на ощупь, гладким, аккуратным. Тесто готово. Закинем наше тесто в миску, накроем пленкой и оставим на час, чтобы оно у нас поднялось в 2-3 раза. В тот момент, ради которого мы делаем дрожжевое тесто. Продолжаем. Скинем наше тесто на доску, немножко раскатаем и разделим его на равные части. Выходит примерно 10 частей по 8-90 граммов. После чего надо придать тесту круглую форму, поэтому такими обычными легкими движениями придаем тесту форму. Накрываем тесто полотенцем, либо пленкой, либо чем угодно, чтобы она у нас расстоялась минут 10-20. Ну и настал момент формирования наших булочек для хот-догов. Они нам нужны длинной формы. Для этого нам понадобятся сосиски и любая линейка, что есть под рукой. У меня вышло примерно 12-13 сантиметров. Я сделал так, чтобы сосиски немножко выходили за края наших булочек. И снова ставим наши булочки на расстойку, побывали 10-15 минут. После чего смазываем их яйцом и закидываем в духовку. 180 градусов, 20 минут нам понадобится для того, чтобы они стали вот такими румяными, вот такими пышными и красивыми. Обязательно надо смазать поверхность булочек растопленным сливочным маслом. Это придаст мягкость нашим булочкам, аромат и нежность. Посмотрите на эту красоту. Amazing! Вообще нужно придерживаться одного правила при сборке хот-догов. Это наличие классного соуса, который будет дополнять свежестью, ароматом, кислинкой, смотря что вы туда добавите. Можно усилить вкус сосисок, добавив туда немного бекона. И самое главное, это должна быть текстура в наших хот-догах. И это можно сделать наличием разных видов чипсов. Сделаем соус для первой начинки. Для этого мелко нарубим красный лук, мелко нарубим зеленые томаты и нашинкуем наш укроп. Для соуса я возьму классический майонез. Добавлю туда все наши ингредиенты и все хорошенько перемешаем. Наш соус готов. Приступаем к сборке. Ребят, не поленитесь, но обжарьте ваши булки после того, как вы разрежете с внутренней стороны на сковородке. Можете на сухой, можете на сливочном масле, что придаст еще более сильную ароматику. Но я настоятельно рекомендую жарить булочки перед тем, как их заполнять. Начнем с того, что смажем наши булочки горчицей для легкой пеканности. После чего обильно смазываем нашим готовым соусом. И благодаря томатам и лукам он придаст свежести нашим хот-догам. Далее сосиска, предварительно обжаренная с беконом. Немножко соуса. И последнее это та самая текстура в виде чипсов из картофеля. Для второй начинки я решил использовать авокадо и дополнить его запеченным перцем. Запечем его 10-15 минут при 180 градусах. После чего остудим, очистим и нарежем на нужные нам кусочки. У меня это будет солома. Приступим к соусу. Для соуса я взял авокадо и ступку. Закидываем авокадо в ступку и начинаем его толочь. После чего доводим до вкуса лимонным соком, немножко оливкового масла, черного перца, соли, сахара. И все доводим до пюрообразного состояния. Получается вот такая вот красота. Собираем. Начнем с крема из авокадо. Намажем наши булочки. После чего немного перца. После чего обжаренные сосиски. Еще немножко авокадо. Дополним еще запеченным перцем для более устойчивого вкуса. Дополним пекану с остротой в виде зеленого чили перца. Немножко кинзы. И в виде текстуры у нас будут кукурузные чипсы. Готово. Третья начинка будет самая оригинальная, самая необычная из всех. И для этого я взял бекон и обжарил его на сахаре. Тем самым закарамелизовав его, наш бекон станет очень хрустящим, очень ароматным. И приобретет уникальный вкус. Ну а теперь самая интересная часть. Сборка нашего третьего хот-дога. Для этого берем арахисовую пасту. Обильно смазываем наши булочки. Накладываем один слайс нашего бекона. Посмотрите на эту красоту, на этот цвет. После чего смазываем джемом. Я взял из красной смородины для пущей кислинки и свежести. Дополним еще пару слайсов бекона. И посыпем обильно чипсами с жареного лука. Наш третий топпинг готов. Наши хот-доги готовы. Пробуем наши хот-доги. Классные три топпинга. Я очень доволен. Получились очень вкусные, очень разнообразные на вкус. Можно сделать все три варианта для компании. Каждый найдет себе что-нибудь по душе. Это стопудово. Кому-то понадобится острый, кому-нибудь вот реально соленый, а кому-нибудь более такой простой русский стиль. Поэтому три варианта удались. Я доволен. Все получилось круто. Ребята, если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Смотрите наше предыдущее видео. Присылайте ваши комментарии, ваши результаты. Делитесь своими впечатлениями. Всем спасибо. Всем пока. Фокинь щитри. Вот так вот не делайте. Просто розариве пасть.